Несколько человек сегодня приехали в колонию-поселение под Таразом, чтобы встретиться с осужденной активисткой Санавар Закировой. Начальник учреждения заявил, что той в заведении нет. Обследование проходит по обращению самой осужденной. Сейчас нашими сотрудниками была вывезена в городскую больницу номер 3 для проведения обследования. По словам приехавших навестить Закирову, она ранее заявляла, что в колонии ей угрожает опасность. Администрация колонии заявила, что у Закировой проблем со здоровьем нет и опровергла наличие угрозы для неё в учреждении. Активисты решили поехать в больницу, в которую, как сказал начальник колонии, увезли Закирову. Встретиться с ней им не удалось и там. Я не могу понять, как это может быть, или то, или ещё чем-то есть. Санавар Закирова в июле этого года была осуждена на 12 месяцев по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью и средней тяжести из хулиганских побуждений 39-летней гражданки, являющейся дочерью члена партии власти Нур-Отан. Два дня назад активистка сама сообщала Азатыку об агрессивном поведении по отношению к ней неких женщин в колонии и провокациях с их стороны. Тут есть женщины, которые очень плохо ко мне относятся. И вот сегодня наша отрядница этих женщин подселила именно ко мне в комнату. Такая же история была в ЛАЗ-55-8. Точно так же женщины, которые относились ко мне плохо, их подселили ко мне. Трое напали на меня в туалет и хотели избегать. А потом меня же признали виновным и его закрыли. Сейчас опять же, теперь их четверо, я одна с ними. Я не хочу, чтобы мне опять же устроили драку и потом мне еще три года добавили. В 2018 году Санавар Закирова объявила о намерении создать политическую партию. Партию сформировать не удалось. Но с тех пор активистка была известна своей критикой в адрес правительства и партии Нур-Отан. Она также судилась с несколькими членами этой партии. Правозащитники внесли Закирову в список политических заключенных. Продолжение следует...